Здравствуй, дружок! Сегодня мы приготовили для тебя рассказ Николая Носова «Шурик у дедушки». Читают Дима Левицкий и Александр Водяной. Шурик у дедушки. Николай Носов. Летом мы с Шуриком жили у дедушки. Когда мы приехали, так сейчас же обыскали весь двор. Обладили все сараи и чердаки. Я нашел стеклянную банку из-под варенья И железную коровочку от Гуталина. А Шурик нашел старую дверную ручку И большую галошу на правую ногу. Потом я нашел рыболовную удочку. А Шурик увидел ее. И давай отнимать. Я! Кричит. Первую увидел. Я рассердился. И как дерну, Шурик отлетел в сторону. Потом говорит. Подумаешь, Нужна мне твоя удочка. У меня галоша есть. Вот и целуйся, Говорю, Со своей галошей. Я отыскал в сарае лопату И пошел копать червей, Чтоб ловить рыбу. А Шурик взял дверную ручку, Привязал к веревке, А с другого конца Привязал галошу. Ходит по двору, Веревку за ручку держит, А галоша за ним по земле ездит. Потом подошел ко мне, Увидел, Что я червей копаю, И говорит. Можешь не стараться, Все равно ничего не поймаешь. Я заколдую рыбу. Колдуй, Говорю, На здоровье. Пошел я к пруду, Насадил на крючок червя И забросил удочку. Сижу на берегу, И за поплавком слежу, А Шурик подкрался сзади, И давай кричать. Колдуй, баба, Колдуй, дед, Колдуй, серенький медведь. Наконец он наколдовался, Бросил в пруд галошу, И давай ее по воде на веревке таскать. Галоша плавает, Как пароход. Потом придумал Такую вещь. Бросит галошу на середину пруда, И давай ее камнями бомбардировать, Пока не утопит. А потом Начинает все дна на веревке вытаскивать. Я не вытерпел. Пошел! Кричу. Вон отсюда! Ты мне распугал всю рыбу! А он отвечает. Все равно ничего не поймаешь. Заколдована рыба. И снова Плюх галошу На середину пруда. Я схватил палку И за ним. Он давай удирать. А галоша на веревке Так и скачет. Еле убежал от меня. Вернулся я к пруду. Стал снова удить. Удил, удил. Не клюет рыба. Хоть тресни. Захотелось мне есть. Я и пошел домой. Подхожу к воротам. Смотрю. Шурик к калитке Дверную ручку прибывает. Для чего это? Спрашиваю. Здесь уже есть одна ручка. Ничего! Говорит. Пусть две будут. Вдруг одна оторвется. Потом приложил галошу Подошвой к калитке И стал ее гвоздем приколачивать. А это для чего? Спрашиваю. Так! Говорит. Просто. Не знаю сам. Вдруг смотрим. Дедушка идет. Шурик испугался. Давай отрывать от калитки галошу. А она не отрывается. Тогда он закородил галошу спиной И стоит. Дедушка подошел, Увидел вторую ручку И говорит. Вот хорошо. Теперь у нас две ручки будет. Вдруг какой-нибудь коротышка придет. До верхней ручки ему не дотянуться. Так он до нижней достанет. Тут дедушка заметил галошу. Эй, а это еще что? Так. Просто галоша. Говорит Шурик. Что ж, Это все равно, что ящик для писем. Ящика у нас нет. Так пусть почтальон Кладет письма прямо в галошу. За обедом Дедушка все разводил руками И говорил бабушке. Понимаешь, Какой остроумный ребенок. Я давно говорю, Что надо бы ящик для писем. А того и не соображу, Что проще галошу. Ладно уж, Усмехнулась бабушка. Я куплю ящик. А пока пусть повисит галоша. После обеда Я сказал дедушке. Дедушка, Я все утро ловил рыбу в пруду. Да она почему-то не ловится. Э-э-э, Этот пруд недавно вырыли. В нем даже лягушки Еще не развелись. А ты не поленись. Пойди на речку. Там у мостика И полови. Место рыбное. Дедушка ушел. А я взял удочку И говорю Шурику. Пойдем на реку. Будем вместе рыбу ловить. Шурик обрадовался. Ага! Говорит. Испугался? Теперь подлизываешься. Зачем мне подлизываться? А чтоб я не колдовал больше. Колдуй, Говорю. Пожалуйста. Взял я коробку с червями, Банку из-под варенья, Чтоб было куда рыбу сажать. И пошел. А Шурик сзади поплелся. Пришли на реку. Я забросил удочку. А Шурик сзади толчется И все бормочет. Колдуй, баба, Колдуй, дед, Колдуй, серенький медведь. Помолчит чуточку. Потом снова. Колдуй, баба, Колдуй, дед. Вдруг рыба как клюнет, Я как дерну удочку. Рыба сверкнула в воздухе, Сорвалась с ключка, Упала на берег, И ну плясать возле самой воды. Шурик как крикнет, Держи ее! И давай ловить. Рыба по берегу скачет, А он прямо на нее С животом бросается. Никак поймать не может. Чуть она не удрала Обратно в реку. Наконец он ее схватил. Мы посадили рыбу в банку И стали разглядывать. Шурик говорит, Это окунь, Чур мой. Ладно, Говорю я, Пусть будет той. Мы еще много наловим. В этот день Мы долго удили. Поймали Шесть окуньков, Четырех пескарей, И даже ершика Одного выудили. На обратном пути Шурик нес банку с рыбой И даже подержать Не давал мне. Он был очень рад И совсем не огорчился, Когда увидел, Что его галоша исчезла. А вместо нее на калитке Висит новенький Голубой ящик для писем. Полюбовавшись на ящик, Он скорее побежал Показывать рыбу бабушке. Бабушка похвалила нас. Вот молодцы. Какая замечательная рыбка. А потом я ему сказал, Вот видишь, А ты колдовал. Ничего твое колдовство Не значит. Я в колдовство Не верю. А я, думаешь, верю? Сказал Шурик. Это одни только дикари и верят. Да старенькие старушки. Этими словами Он очень насмешил бабушку. Я хоть и старенькая, Но тоже не верю В колдовство. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok